Анастасия Лаврова 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 из-за того, что один из мальчиков поджог в доме бумагу Эту версию сейчас проверяют Ранее сыщики предполагали, что возгорание спровоцировала сама пенсионерка, которая курила в помещении Сегодня в Омске на скамью подсудимых сел обвиняемый в убийстве трех человек Игорь Ющенко, как следует из материалов уголовного дела, Ющенко расстрелял трех незнакомцев и расчленил их тела за то, что они его оскорбили Подробности в следующем материале Мы рубили его по голове и обоссали. Татьяна – жена подсудимого Игоря Ющенко. О том, что ее супруг убил троих человек, узнала только после его задержания. Говорит, что ничего бы не произошло, если бы потерпевшие не спровоцировали Игоря. Везде работаю, на севере. Ветеринарно. Да, он хороший, спокойный, уравновешенный человек. А на вас он никогда не оценивал? Нет. Всегда мирно, да? Все произошло летом прошлого года. По версии следствия, Игорь Ющенко выпивал в кафе с тремя незнакомцами. Произошла ссора. Чтобы не продолжать конфликт, Ющенко ушел домой. После чего, где-то около трех часов ночи, 1 июля 2015 года, он, находясь на центральной площади данного рабочего поселка Знаменский, увидел, что к нему приближается машина потерпевших. Вышли потерпевшие, скрутили его, совершили в отношении него аморальные действия, испражнились на нем. После чего он вырвался. Игорю Ющенко тогда удалось убежать. Дома он взял ружье и попросил брата довезти его до места, где отдыхали его новые знакомые. Родственника на мерениях Ющенко не подозревал. На проверке показаний Ющенко расскажет, как расправился с тремя мужчинами. Целился в голову и грудь так, чтобы у оппонентов не было шансов выжить. После этого Ющенко пригрозил своему брату оружием и заставил его вывезти трупы на болото. Там Ющенко поджег автомобиль потерпевших, расчленил дела и попытался замаскировать их в траве. Он отделил головы, конечности и половой орган одного из потерпевших, разбросал в болото. Шесть преступлений инкриминируются. Незаконное изготовление, хранение оружия, убийство трех лиц, угроза убийством, угон автомобиля потерпевших и его поджог. Игорю Ющенко грозит пожизненное заключение. А моральное поведение потерпевших, возможно, будет расценено как смягчающее обстоятельство. У погибших мужчин остались дети. У Игоря Ющенко несовершеннолетняя дочь. Пьяного меча, который пытался скрыться, привлекут к уголовной ответственности. Вечером сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-7 модели. Государственные регистрационные знаки держались на нем, что называется, на честном слове. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал, увеличил скорость и продолжил движение. Допустил нарушения, в том числе и проезд на красный сигнал светофора. На улице Октябрьской молодой человек припарковал машину, выйдя из салона. Нетрезвый меч попытался убедить полицейских, что он случайный прохожий и семеркой не управлял. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудниками ГОИ установлено, что 21-летний АМИЧ ранее в 2014 году уже лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев. В настоящее время собраны необходимые документы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, в отношении водителя возбуждены административные производства за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством с подложными госзнаками и неостановку по требованию сотрудников полиции. В Омске уничтожили вещдоки по делу о незаконной торговле сигаретами. Десятки коробок с поддельными акцизными марками России, Кыргызстана и Казахстана полицейские обнаружили в частном доме советского округа Омска. Контрафактная продукция принадлежала владельцу строения. Суд признал его виновным в преступлении. Объем уничтоженной партии составил 22 тысячи пачек на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Данный мужчина по приговору суда, ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей. На сегодня у меня все. Горячие новости смотрите на сайте antenasim.ru и в группе «Жесть ВКонтакте». Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова